Всем привет! В этом видео я покажу очередной способ, как сделать ДХО практически любых размеров, почти любой бампер. В основе ДХО будет один из множества светодиодных модулей, которые нам предлагает Алиэкспресс. В моем случае бампер металлический, а отверстия такие, что ни одни из стандартных ДХО или туманок с прилавкой не подходят для установки в них. Вот и пришлось делать что-то самому. Так имеются вот такие отверстия, вот такой буду светодиод размещать, оргстекла кусок нашел в подвале, очень он страшный, но еще мы его приведем в порядок. И использовать буду вот такой алюминий, сколько он там, 30 на 30. Короче, толщина как раз нормальная, он как раз туда ложится и нормально. Короче, конструкция будет вот такая, ну примерно, это я сейчас пока что примеряю. Итак, мерим здесь расстояние, ну я уже померил 25, с запасом здесь будет сантиметр от отверстия, но потом облагородим. И здесь сделаем 6 сантиметров в высоту. Сначала вырежу просто прямоугольники, а потом может будет, может, ну мне кажется прямоугольники будут нормально. Можно будет уши сделать такие, уши мне кажется по-уродски будет. Все равно по-уродски будет, ну ладно. Короче, будем начинать. Ну вот я вырезал пока что четырехугольники такие и обработал края. Ну попытался закруглить, облагородить немного. Сейчас надо убрать вот эту вот фигню. Далее при помощи мелкозернистой наждачки придал стеклам матовый эффект. Разметил расположение светодиодного модуля и нарезал канавки, таким образом, чтобы алюминиевый профиль встал туда без труда. Паяем провода. Для крепления к алюминию использовал китайский теплопроводящий клей. Для хорошей фиксации профиля в канавках использовал эпоксидный клей. Аккуратно залил им канавки и оставил на сутки под прессом до полного высыхания. По истечении времени оба фонаря склеились как надо. Форму профиля вырезал таким образом, чтобы можно было ее сделать герметичной. Далее загну вот эти части и заклею щели герметиком. Для подключения буду использовать вот такие многоразовые разъемы. Резиновая прокладка между бампером и стеклом, думаю, лишней не будет. Такой клей, думаю, должен обеспечить хоть какую-то влагозащиту. Все смонтировал, нарезал резьбу в бампере. Вот такой вот, короче, вариант. Резьба пятерка. Вроде все герметично. Эту вот херню я зря сделал, конечно. Надо будет мне туда капнуть клея, наверное. Обратно. Сзади вывел так провода. Пока что заглушил их. Короче, искал плюс от зажигания, чтобы подключить ДХО. Никак не нашел. Обычно под капотом нахожу легко, а в этой машине что-то не нашел. Вот, обратился к знакомым электрикам, и они мне нашли плюс. Но он не от зажигания, а в первое положение включаешь ключа. Вот в этом положении, в котором магнитола работает. Вот, в этом положении они уже все горят. Ну и провел через вот эту кнопку уже. Вот так вот выключено. Ну, потому что сидишь магнитолу, слушаешь, а они у тебя горят. Ну, как бы так по умолчанию обычно включено. Ну и вот таким образом у нас выглядит ДХО в итоге. Так, я туда еще резиновую прокладку добавил. Притянул и промазал герметиком. Вернее, герметик нанес на ДХО, на оргстекло. Между резинкой и оргстеклом. И вот так вот они светят. Подал на них через преобразователь. 11,7 вольт, чтобы они горели нормально. Ну и вот, короче, такой вариант. В принципе, на солнце, естественно, будет похуже видно. А так, так что имейте в виду, можно сделать любого размера по такому принципу. Ну все, всем пока, спасибо за просмотр. Пока-пока. Вот так, кстати, светят они в темноте. Вот так с фарами выведет. Субтитры сделал DimaTorzok